Какую площадь имеет клетка стандартной школьной тетради? Я знаю, кто работал со школьной тематикой. 0,25 квадратных сантиметров, 0,5 квадратных сантиметров, 1 квадратный сантиметр, и, наконец, 1,25 квадратных сантиметров. Ты уверена? Нет. Мне кажется, половина сантиметров. Мне кажется, 0,5. Вот мне кажется, Б. Ну, это квадратный сантиметр. Ты знаешь, что такое квадратный сантиметр? Клетка квадратная. Ну да, половина, да? Половина сантиметров? Мне кажется, да, но Дмитрию не нравится. Мне нравится всё, что вы делаете и говорите, а я понятия не имею, какова площадь. Да, половина, половина, да. Один много, либо 0,25, либо 0,5. Но 0,25 очень мало. Мы в каком случае с вами, дорогие дамы, получим площадь? Когда умножим одну сторону на другую, не так ли? Да. Да, значит, сколько должна быть каждая стена, чтобы получить? Нам лучше проще, вот как-то простыми формами, Дмитрий, нам обходиться. Вот сантиметр, это вот столько. И так на глаз его чуть-чуть убрать, вот она клетка. Половина сантиметра. Сантиметр-то вот я же правильно держу, да? Я не знаю. Ну, не надо, Дмитрий. Вы сейчас показываете чьи-то усики или... Дмитрий, я ни на что сейчас не намекаю. Меня смущает только квадратный сантиметр. Вы бы не могли нам, двоечницам, расшифровать, чем сантиметр отличается от квадратного сантиметра? Тем, что это две стороны, да, берётся? Квадратный сантиметр, это площадь, просто сантиметр, длина. Площадь мы получаем, когда длину одной стороны, чего-либо, в данном случае квадрата, мы умножаем на длину другой его стороны. Слушайте, возьмите подсказку. А, 0,25. Подсказочку брать не будем? Нет. 0,25. Да. Да, Лера? Да, да. Да. Сторона клетки совершенно очевидно полсантиметра. Значит, 0,5 на 0,5 получаем. Получаем 10 тысяч рублей. Ответ А. Это правильный ответ. Четверть квадратного сантиметра. Секрасно. Секрасно.